Вопрос, который беспокоит нас больше всего, это злоупотребление законом о клевете для поднуждения журналистов к самоцензуре. Конечно же, очень важно, чтобы каждый журналист был точным, но использование со стороны правительства закона о клевете вышло уже за рамки обеспечения точности со стороны журналистов и больше вышло в сторону поощрения самоцензуры. Законодательство о клевете используется для подавления неудобных историй. Многие те, кто подвергается притеснению, притесняются именно за то, что говорят правду. Правда должна быть абсолютной защитой от клеветы. Помощь, которую может оказывать Human Rights Watch, это призывать правительство именно прекратить такого рода преследования. Поэтому мы призываем к трём шагам для ограничения использования законодательства о клевете, чтобы оно не поощряло самоцензур. Первое, мы призываем к введению моратория на уголовное преследование за клевету. Уголовное право является чрезвычайно неподходящим инструментом для регулирования вопросов клеветы и унижения достоинства. И второе, мы хотели бы, чтобы был отозван закон о уголовном наказании за клевету. И третье, мы хотели бы также даже в случаях частного, гражданского, разбирательского дел о клевете, оскорблении, чести и достоинства, чтобы на них был установлен лимит. Одним из ярчайших примеров такого неправильного применения является иск 30 миллионов тенге, наложенный на газету «Жарган», который в случае приведения его в исполнение может привести к закрытию газету. Четвертая сфера, которую мы обсуждали, это предлагаемый законопроект в интернете. Очевидно, это еще работа в процессе, очевидно, она меняется из дня в день. И одним из положительных развитий событий, как мы понимаем на сегодняшний момент, является, что из нынешней версии законопроекта снято положение, позволяющее прокуратуре закрывать публикацию, или я должен, скорее, интернет-публикацию, без обращения в суд. Но мы продолжаем испытывать обеспокоенность по поводу других положений законопроекта. Мы не понимаем, почему каждый веб-сайт должен рассматриваться в качестве СМИ, хотя на самом деле лишь только некоторые, очень небольшое количество действует именно таким образом. Во-вторых, этот законопроект об интернете рассматривает гораздо больше, чем сам лишь интернет. Он также включает поправки, которые охватывают любые публикации, которые не обязательно содержатся в интернете. И они включают полномочия по ограничению или закрытию публикаций на очень широком спектре оснований. Мы принимаем легитимность со стороны правительства закрывать или ограничивать некоторые узкие специализации, такие как детская порнография, разжигание розни. Но нынешние положения содержат возможность применения полномочий, которые дают полномочия на цензуру, фильтрацию или ограничение содержания контента в более широком спектре, чем вышеупомянут.